Внимание журналистов ТВ-8 привлекли события в Аргееве. Там на зимние подарки для малообеспеченных граждан было потрачено около полутора миллионов леев. Пакеты с продовольствиями были обозначены маркировкой районного совета. Однако некоторые жители Аргеева поведали корреспондентам программы Кутея Нягры Плус, что подарки им раздавали представители партии ШОР. Похожая ситуация наблюдалась и в населенном пункте, где местная администрация управляет мэр, состоящая в партии ШОР. Объявляем об инициативе депутата Илона ШОРа, которая сегодня осуществилась благодаря усилиям нашей команды в составе районного совета Аргеева. И объявляем, что на эту инициативу сегодня был выделен 1 миллион 500 тысяч леев для 8 тысяч граждан преклонного возраста из Аргеева и всего района. Вместе с тем пенсионеры Аргеева таки не получили в октябре обещанную помощь. А произошло это лишь в конце года, в преддверии зимних праздников. На пакетах с продовольствиями были наклеены этикетки с надписью «Районный совет Аргеева». Однако некоторые жители района поведали корреспондентам программы «Кутея Нягры Плус», что пакет им раздавали члены политформирования и уполномоченные представители партии ШОР. Похожая ситуация наблюдалась и в селе Степсуч, где местной администрацией управляет мэр, состоящий в партии ШОР. А я им сказал, не возьму пакет, потому что не знаю, от кого он. Вы говорите, что от ШОРа, а я не хочу от ШОРа никаких подарков и все. На коробке было написано районный совет Аргеева. Почему они говорили, что это от ШОРа, я не могу вам сказать. На сайте мэрии сказано, по инициативе Илона ШОРа, по инициативе команды ШОРа, но на общественные средства, то есть на деньги райсовета. А кто развозил пенсионерам пакеты? Я тоже раздавала, я лично отвозила. Граждане нам рассказали, что люди, которые доставляли подарки, утверждали, что они именно от партии ШОР. Не знаю, быть такого не может. Каждый понял этот жест по-своему. Журналисты-расследователи ТВ-8 обратились за разъяснениями к народной избраннице от партии ШОР Марине Таубер, однако депутат потребовала предоставить конкретные факты. Мне кажется, у вас неверная информация, но если у вас имеются доказательства, что это действительно имело место, тогда мы продолжим разговор. В управлении социальной помощи Аргеева нам заявили, что процесс распределения помощи малообеспеченным гражданам затянулся ввиду длительных процедур, однако все законодательные нормы строго соблюдались. С идеей выступили представители партии, но деньги не выделяла партия. Средства предоставила управление социальной помощи совместно с районным советом, потому что мы подчиняемся райсовету. На зимние подарки для жителей Аргеева было потрачено около полутора миллионов лев. 60% средств были направлены из денег, предназначенных для социальных столовых, которые нынче закрыты. Остальные деньги компенсировал районный совет. Пакеты с продовольствиями поступили от экономического агента, который пять лет назад оказался в эпицентре крупного скандала с поставкой просроченной продукции в детские сады Кишинева. По мнению экспертов, по вопросам избирательного законодательства, этот пример является классическим методом использования административных ресурсов в интересах политформирования. При первом анализе этого случая мы можем констатировать, что имело место злоупотребление административными ресурсами. В частности, речь идет об использовании имиджей ресурсов, то есть общественных средств Аргеевского района. Полную версию журналистского расследования можно посмотреть на сайте tv8.md.